К этому моменту ты прошел огромный, сверхскоростной путь эволюции сознания. День за днем мы проходили множество мерностей, покидая старые слои, те сценарии твоей жизни, которые более не служат тебе. И вот ты многое вспомнил, осознал, пробудилась твоя мастер-клетка, ты уже не один, с тобою вся твоя группа Меркаба, все световые и живые станции сопровождают тебя по туннелям сознания. Ранее дорога сюда была закрыта, и люди терялись в лабиринтах хаоса и разделения. Теперь ты чувствуешь себя иначе, твоя сила вернулась, твоя аура обновилась, пришло время синхронизировать и выровнять 12 чакр по 12 слоев здесь, в теле своего могущественного подлинного Я. Ты пройдешь 144 ячейки памяти, это изначальные станции сознания Христа. Христос – это чистота, мерность, откуда спустилось твое сознание, это неделимое целое. Здесь, проходя по всем станциям новой жизни, ты придешь к целостности и вспомнишь свои изначальные коды. Полная память скрывается тогда, когда и верхние, и нижние коды соединяются. Тогда, естественно, мир не разделен. Именно на этом уровне сознания, в вселенском теле света, захлопываются нижние и верхние миры, небо и земля, твоего целого Я, солнце и луна. Твоего Я приходит в гармонию, от слияния рождается единое солнце, единого тела, сердцевина, словно маленький ребенок, который будет нуждаться в росте, питании, созревании. Мы продолжим путешествие в изначальный обитель, вверх по спирали сознания, проходя туннели срединного тела в пирамиде человеческого сознания. Тебя будут готовить сопровождающие силы к выходу изо всех пирамид, изо всех игр, переходя в сознание вечности, бесконечного поля чистой мысли, Творца, квантовое поле, пустота, то, из чего все произошло и куда вернется. Эту мирность сознания называют сознание Христа. Все люди изначально имели именно это сознание, и все к нему вернутся, но каждый в свое время. И как бы ни называли все эти энергии, которые будут сопровождать тебя, какие бы имена ни давали им различные религии, именно здесь ты вспомнишь настоящий подлинный мир без иллюзий, без религии и догм. Для тебя откроется наука сверхчастот, и ты вспомнишь, что все божества, Бог целого, все религии – это лишь сценария разделения. Дух присутствует во всем, Творец в каждом атоме, и знание подлинное, без масок, своего строения во всех мирностях и умение управлять своим телом сознание – это одни из качеств сверхчеловека. Это поле также называют телом сознания Христа, Христос целого, Отец, бесконечный океан, Единый Дух, Дау. Когда мы говорим «сознание Христа», это сознание целого изначального Духа. На самом деле его даже сложно назвать сознанием, потому что это выход за пределы сознания. Это гигантская сила во Вселенной – огромные конгломераты энергетических полей или темный океан сознания. В буддизме это поле называют Дау. Это та сила, которая всем живым существам от вирусов до людей предоставляет сознание. Она наделяет им все новорожденные существа, и они в дальнейшем расширяют и совершенствуют его посредством накопления собственного жизненного опыта. Темный океан сознания. Хочет получить жизненный опыт, когда человеческое сознание достигает путем перемещения, замещения сознания, единства, синхронистичности с этим квантовым полем и полностью доверяется ему, становясь единым, нераздельным организмом, проживая все, что хочет прожить Дух в абсолютной любви. Человек становится сверхчеловеком, то есть тело, которое является носителем сверхсознания. Это невозможно поделать или притвориться, об этом можно много говорить, но пришло время и переданы инструменты высочайших станций мозга, которые есть геномы, пласты сознания верхних этажей. В дальнейшем мы будем называть их расами, чтобы перейти в сценарии, созданные для перемещения и простоты взаимодействия с эфиром. Итак, мы существуем в океане энергии, соединяющей все атомы от мельчайших микробов и тех, которые возникают при рождении новой звезды Вселенной. Поле, из которого появляются атомы, распространено по всему пространству и времени, подобно паутине. Квантовое поле – это паутина, соединяющая жизнь, энергию, вещество и существование в единую систему. Все, что мы ощущаем, имеет единый взаимосвязанный источник. Всякое существо существует благодаря силе сознательного разума, который является матрицей всякой материи. Сеть, материя, мать. На этом этапе эволюции сознания происходит трансформация тела и души в высшие планы творения. Тело становится духовно свободным в полноте чистого единого духа. Восстановление по образу Отца через Христа, небесного человека, сверхчеловека. Когда человек проходит наивысшие стадии эволюции сознания на Земле, пройдя все инициации посвящения изначального дома, он выходит из казуального тела в тело Христа. Сознание сверхчистоты. То, что вы называете Богом. Тело человека. Носитель сознания Бога. Сверхсознание. Есть Бога-человек. Или уходя от догм сверхчеловек. Тайные коды, ключи общения со сверхцивилизациями. Высший интеллект передал геометрическую, основанную на симметрии ДНК, кодированную языковую модель, способную вызвать быстрое расширение сознания и увеличение символического познания. Этот звик в осознании от локального сознания, основанного на приматах, гораздо больше универсальной, нелокальной реальности, основан на том, что мы сейчас называем физикой плазмы. Это дар высших сил в качестве своего рода спасательного плота, радиоприемника для выживания, поскольку человечеству необходим сдвиг сознания. 441 код. Ключ. Это индекс телепатической частоты. Это квантовый скачок в прямое переживание космической реальности за пределами личности. Исходные, изначальные ключи в виде кодов телепатических частотных индексов, интегрированной голографической структуры, лежащих в основе информирующих универсальный порядок реальности, это микросхемы бесконечности Вселенных. Те, кто хоть в самой малости смогут постичь его знания, уже принадлежат будущим поколениям. Изучить его и погрузиться в частотные коды, присущими этому знанию, значит очистить и успокоить беспокойные живые силы все еще активированной иллюзией личной реальности. Это живой порядок, корень живого единства, концентрированная космическая единица сообщения, предназначенная для функционирования в качестве средства эволюции, способствующего ускорению сверхчеловеческой, сверхразумной эволюции. Это коды, фрактальной телепатической карты, которая является основой квантового поля, лежащего в основе метавселенной. Иноосфера. Это локализованный планетарный фрактал информационного поля, которое пронизывает Вселенную. Коды вселенского уровня сознания лежат в основе клеточной памяти и определяют математическую согласованность поля голографической памяти. Соединенные четыре данных конфигурации мозга возможны тогда, когда происходит соединение изначальных мужских и изначальных женских аспектов. Вы станете носителем сознания пятого элемента, того, кто соединяет, объединяет, сердцевины меркаба. Вы начнете видеть жизнь со всех четырех сторон, единой за пределами пирамиды сознания, без разделений, без игр иллюзий. На этом уровне вы также примете живые знания тайны мироздания от Рафаэля, автора рубрики «Тайны мироздания» на канале Академия Центра Света. И там же вы сможете ознакомиться с историей жизни Рафаэля. Рафаэль передаст сакральные подлинные знания, которые были ему доверены для этого времени, для вас, тех, кто готов выйти за пределы дуальности, станции единого интеллекта. Именно совместное сопровождение с женским звуком и мужским на этом уровне переведет вас за пределы всех заблуждений, хаоса и манипуляций, которые воздействуют на ваше поле сознания в этой проекции. По окончании курса будет живая встреча всех выпускников Академии, где вы получите в дар особую карту-носитель, о которой вам подробнее будет рассказано на третьем уровне инициации. И хотелось бы добавить, что слово инициация – это то, с чем вы сталкиваетесь повсюду. Просто этого не замечайте. Это контакт с существами различных характеристик в вашем пространстве, которые тем или иным образом имеют влияние на вашу жизнь. Инициация изначального дома – это звуки первой клетки, которая волной окутывает и пробуждает другие клетки памяти, освобождая вас от беспамятства. Стань сверхчеловеком, Бога-человеком, воплощением изначального «я» на Земле, высадка сверхчистот на Землю, возвращение. Теперь ты вернулся в статусе сверхчеловека, носителем сознания Меркаба, вершить свой план Души, вернуть изобилие свою жизнь во всех аспектах. Ты возвращаешься уже в новую жизнь, в совершенные ячейки памяти, вступаешь в самые лучшие мирности, где ты абсолютно свободен ото всех негативных сценариев жизни. Полностью дай себе разрешение перейти в высшую реальность и новую цивилизацию Золотого Века. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok